Как говорят специалисты, подъем активности клещей отмечается после таяния снега. В это время к отдыху на природе надо максимально подготовиться. Помните, как учила бабушка – кофточку в штанишке, штанишки в носочки? Специалисты с этим полностью согласны. Так вы максимально убережете себя от укуса клеща. Выходя в лес, лучше надеть спортивную куртку на молнии с манжетами на рукавах, рубашку, заправить брюки, брюки в носки, голову повязать платком или надеть плотно прилегающую шапочку. Находясь в лесу, необходимо проводить само- и взаимоосмотры. Каждые два часа нужно осматривать себя, проводить поверхностные осмотры как можно чаще. Для индивидуальной защиты от клещей необходимо использовать отпугивающие средства – репелленты. Любимые места обитания клещей. Чаще они живут в лиственных и смешанных лесах с густой травой. Предпочитают жить во влажных местах, около водоемов. Поэтому наибольшие активные они утром, когда еще нет солнышка, когда не очень жарко. Клещи предпочитают тень, поэтому много их в лагах и лесных оврагах. Не забывайте и о безопасности своих питомцев. После прогулки их тоже стоит осмотреть на наличие клещей. Но если клещу удалось присосаться, его нужно как можно быстрее удалить. Желательно в медицинском учреждении, в поликлинике или в травматологическом пункте. Удаленного клеща следует поместить в чистую сиклянную посуду и доставить в лабораторию. Для исследования пригодны также только целые клещи. По результатам исследования клеща вам будут даны рекомендации по профилактике заболеваний. Исследование клещей в Нефтекамске проводит лаборатория Бирского филиала Центра гигиены и эпидемиологии на Социалистической 10. Филиал работает ежедневно. График можно уточнить по телефону 4 43 24. Но бывает и так, что клеща не заметили. Тут надо внимательно следить за своим состоянием. Что такое клещевой вирусный энцефалит? Это острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Клинические проявления начинаются остро через 1-30 дней, в среднем это 7-14 дней после присасывания клеща. Резко повышается температура тела, беспокоят головные боли, мышечные боли, возможно, тошнота и рвота. Также врачи отмечают, что заражение может наступить и после употребления сырого козьего молока. Устойчивый иммунитет к клещевому энцефалиту помогает выработать вакцинацию. И сейчас самое время ее пройти. Вакцины поступают в лечебные учреждения централизованы по разнарядке Министерства захоронения Республики Башкортостан. Согласно приказу номер 493А от 1 апреля, вакцина против клещевого вирусного энцефалита для взрослого населения в город Нефтекамск поступила в количестве 90 доз. Распределено между поликлиническими отделениями. Вакцинация проводится по схеме. Срок начала вакцинации – апрель, вторая прививка осуществляется через месяц после первой, а третья – через год. При этом защитные антитела к вирусу вырабатываются уже через 2 недели после постановки второй прививки, а третья прививка формирует иммунитет клещевому энцефалиту на последующие 3 года. Плановую иммунизацию необходимо планировать заранее, хотя бы за 2 недели до выхода в лесную зону. Привиться можно по месту жительства в поликлинических отделениях города. За последние 3 года в Нефтекамске в сезон регистрируются около 500 случаев укусов клещей. В этом году обратившихся пока нет. Максимальное число обращений приходится на майские праздники и после посещения кладбищ в родительские дни. Поэтому не стоит терять бдительность и пренебрегать советами специалистов. Марина Медвинская, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».